МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в чем именно? Оказалось, что 48% россиян считают, что родители не должны финансово помогать взрослым самостоятельно живущим детям. А 43% полагают, что должны. И чем старше опрошенные, тем более они склонны считать такую поддержку необходимой. При этом возраст, начало самостоятельной жизни для дочерей и сыновей одинаков в представлениях сограждан. Это 22 года. Здравствуйте, это КФУ Итоги недели. Сегодня тема отцов и детей прозвучит в нашей программе. Также много интересного. Это такие же дети, но они просто два раза особенные. Дважды. В мире собственных переживаний. Как живется детям-аутистам и как взрослые готовы им помогать? Порядок, наверное, 30% молодежи являются представителями каких-то субкультур или сообществ. Молодежная среда. Что главное в ней и какие ориентиры у нынешних студентов. Каждая красная точка – это отдельные осы. Но столько они маленькие. А если бы они были не крашены, их было бы вообще не видно. И начнем программу с темы поддержки родителей особенным детям. Вот уже 15 лет 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Численность детей, живущих с этим диагнозом, ежегодно растет. Аутизм – постоянное нарушение в развитии нервной системы, которая проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса. При условии поддержки благожелательного отношения люди с расстройством аутистического спектра могут пользоваться всеми возможностями полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества. Именно эта информация – понимание особенных, часто очень талантливых людей и дает нам тот самый разнообразный мир. Тем более, что нам есть чему поучиться у людей с аутизмом. Они смотрят на мир и воспринимают его иначе, чем мы. И у них уникальные особенности социального взаимодействия. Нестандартные способы обучения, обработки информации от органов чувств, острый интерес к определенным темам. И это понимают ученые, которые с интересом работают на тему помощи, адаптации, воспитания детей с расстройством аустистического спектра. И такая возможность у казанских детей появилась благодаря КФО, под началом которого создан детсад «Мы вместе». Эльвина Минобудинова побывала в нем и увидела, какие чудеса творят дети и взрослые. Отказ от зрительного, телесного контакта, контакта с окружающим миром, одинаковые стереотипные действия, проблемы социализации. Таким являются общие признаки расстройства аутистического спектра, или, как его принято называть сокращенно, аутизма. Но на самом деле этим список симптомов не ограничивается. По степени тяжести аутизм имеет три формы. Причины расстройства сегодня изучены не до конца. Считается, главное значение имеют генетические факторы, особенности течения беременности. Известный риск рождения ребенка с аутизмом повышается с возрастом родителей. Если 10 лет назад в Европе и США на 100 детей приходился всего один ребенок с расстройством аутистического спектра, то сегодня такой диагноз ставят одному ребенку из 60. Первые симптомы – это, конечно же, нарушение поведения. Это стереотипное поведение, это разноличные сопутствующие движения. Например, ребенок может долго кружиться вокруг себя, или долго играть с какой-либо игрушкой. Это, конечно же, различные страхи у детей, особенно страхи незнакомых людей. Но в то же время они могут к вам подойти, вас обнять, вас потрогать. Часто люди с расстройством гиперчувствительны к звукам, запахам и вкусам. В том числе у них нарушен навык коммуникации. Например, ребенок с расстройством может не ответить на вопрос. А также такие дети имеют особенности умственного развития. Здесь особенность заключается в том, что ребенок может накапливать знания, и они у некоторых детей очень большие, особенно по каким-либо научным темам, по динозаврам, например, или по органам человека. А вот применять эти знания они, к сожалению, не умеют, и мы этому их учим. Аутизм – не заболевание, как ошибочно принято считать. Это комплекс неврологических нарушений развития. Впервые понятие аутизм появилось еще в начале 20 века. Его ввел швейцарский психиатр Эйген Блейлер. Таким термином он описал один из симптомов шизофрении. Блейлер определял аутичное мышление как инфантильное желание избежать неудовлетворенных реалий и заменить их фантазиями и галлюцинациями. Современное значение термин «аутизм» приобрел только в 40-х годах. Сегодня лечения от расстройства нет. Приходится учиться, адаптироваться к жизни в обществе и умение управлять эмоциями. При КФУ для этого существует специальный детский сад. Сюда попадают в руки специалистов дети с раннего возраста. Играют и учатся. Здесь дети могут ощутить себя так же, как и в обычных детских садах. Детство – это уникальный период, это самый сенситивный период для развития личности. Наши дети, они такие же, и они должны проживать детство так же, как и другие дети. Посещают в основном дети с таким диагнозом дошкольные учреждения в рамках инклюзивного образования или учатся в специальных ресурсных группах. Детский сад КФУ – единственный в России для детей с нарушением только аутистического спектра. Мы единственный детский сад, который специализируется и занимается с детьми с расстройством аутистического спектра. Здесь детьми занимаются воспитатель, логопед, дефектолог и психолог. Сопровождает детский сад Институт фундаментальной медицины и Центр претензионной регенеративной медицины. Ведут наблюдения за детьми специалисты постоянно. Внутри детского сада используются два метода обучения – эмоционально-смысловой и прикладной анализ поведения. Пока эти нарушения не преодолеешь у ребенка, не скорректируешь их, конечно же, говорить о развитии умственных способностей невозможно. А вот эмоционально-смысловой подход, он как раз направлен больше на развитие коммуникации. Мы сейчас разрабатываем систему оказания нейропсихологической помощи ребенка. Существует множество зарубежных методик. Они также применяются в работе с детьми. Но сегодня современные ученые подходят к разработке отечественных методик. Совсем недавно специалисты-психологи детского сада прошли обучение по программе Всемирной организации здравоохранения. Это тренинг для семей, воспитывающих детей с особенностями развития от двух до девяти лет. Надо понимать, что это такие же дети. Но они просто два раза особенные. Дважды. С каждым годом число детей с нарушением аутистического спектра растет. Связано это в большей степени с современными возможностями для диагностирования расстройства. Сейчас диагностика проводится очень глубоко. Есть уникальные эффективные методики диагностики расстройства аутистического спектра. Недавно мы обучились методике Эйдос, которая позволяет 98% точно определить, есть ли у ребенка расстройство аутистического спектра или нет. Метод Эйдос позволяет диагностировать расстройства у ребенка до года, позволяет оценить социальное взаимодействие и особенности общения. Конечно, одной из главных задач в такой области является подготовка кадров. Этим занимается Институт психологии и образования. Здесь готовят и логопедов, и дефектологов, и воспитателей для детских садов. Сегодня по этим направлениям в институте обучаются свыше 900 студентов. А с недавних времен появился целый модуль для диагностирования и работы с расстройством аутистического спектра. Начиная с первого курса студенты у нас посещают детский сад. Сначала они наблюдают с детьми, а на более старших курсах они уже начинают диагностику проводить с детьми. Главная цель детского сада – это максимально социализировать детей, подготовить к жизни в обществе. Чтобы ребенок с тяжелой формой пошел не в коррекционную школу для детей с интеллектуальными нарушениями, а чтобы он смог уже поступить в общеобразовательную, инклюзивную школу, в ресурсный класс. Сегодня в детском саду функционируют 10 групп. Это 54 ребенка, 50 мальчиков и всего 4 девочки. Объясняется это тем, что нарушения чаще всего встречаются именно у мужского пола. Возраст детей в садике от 3 до 8 лет. Первый выпуск ожидается уже в этом году. Мы будем отправлять их в 41-ю школу Вахитовского района и будем наблюдать дальнейшее развитие наших детей. То есть наши же специалисты, тьютеры будут находиться в школе. Сегодня в Татарстане свыше тысячи детей с расстройством аутистического спектра. В регионе ведется интенсивная работа по созданию системы комплексного сопровождения детей с аутизмом. И одна из них предполагает бесплатные курсы повышения квалификации и переподготовку для работы с детьми с такими особенностями. Детский сад КФУ также выполняет важную функцию. Является исследовательским центром. И одна из ее главных целей сегодня – создать глобальный центр изучения аутизма. Какое социальное самочувствие студентов и преподавателей Казанского федерального университета? Это выяснила комиссия по проведению мониторинговых социологических исследований Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Оказалось, что количество студентов, которые гордятся университетом, выросло. Для ребят важно не только качество образования. Они отмечают спокойную и безопасную обстановку, возможность заниматься спортом, посещать культурные события. В качестве сложностей, с которыми приходится сталкиваться, студенты называют чувство постоянной усталости, дефицит свободного времени и трудности с усвоением материала. Преподаватели тоже гордятся тем, что трудятся в КФУ и не планируют менять место работы. А между тем, взрослые обеспокоены тем, что творится в молодежной среде. Какие направления уводят детей в деструктивное русло, а какие – не стоит опасаться. О настроениях среди молодежи мы поговорим сегодня с профессором кафедры общей и этнической социологии, заместителем директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Марии Ефловой. Здравствуйте, Мария Юрьевна. Здравствуйте. Мы часто в нашей программе говорим о социологических исследованиях, и сегодня хотелось бы у вас, как у социолога, спросить о наших студентах и преподавателях. Какие они, о чем они думают, чем гордятся, а может быть, чем-то и недовольны. Ну, наверное, во-первых, хотелось бы сказать, что в университете есть комиссия по проведению социологических исследований, и мониторинг мы уже проводим, по-моему, третий-четвертый год. И регулярно изучаем и исследуем, как чувствуют, о чем думают, и кто такие наши и студенты, и преподаватели. Ну, во-первых, хочется сказать, что, естественно, и преподаватели, и студенты у нас самые лучшие. Сегодня в университете учатся где-то порядка 80-60% в зависимости от института иногородних студентов, и где-то около 15% в среднем иностранных. 51% студентов, снова бы, если выбирали ВУЗ, конечно, они поступили бы в Казанский федеральный. Но это достаточно высокий процент, это подчеркивает качество образования и уровень подготовки. Что касается ценностей, вот тут, наверное, есть некоторые различия. Студенты в первую очередь подчеркивают, что для них значимым является в жизни обеспеченность, комфорт, творческая работа, здоровье, и семья стоит на четвертом месте. В отличие от преподавателей, которые все-таки ценят, что семья – это важно, это важный институт, видимо, в силу того, что и пройденного опыта, и возраста, они считают, что эта ценность, и она стоит у них на втором месте. Что касается настроения, 51%, 55% в среднем всегда подчеркивают, что у них позитивное настроение, им все нравится, им комфортно. И где-то вот в последнее исследование, которое было проведено 3 месяца назад, 36% студентов отметили, что у них есть негатив, какой-то депрессия отчасти. То есть подчеркивают свою некоторую психологическую нестабильность. А вот, кстати, о психологической нестабильности, так мы плавно переходим, хотелось бы затронуть тему молодежных сообществ, особенно деструктивных, потому что буквально месяц назад на всю страну пригремел так называемый ЧВК Рядон. Вот хотелось бы у вас узнать, понятно, что под эти сообщества не только ведь дети, школьники попадают, но и студенты тоже. Как распознать, может быть, или как понять, что ребенок или твой друг, например, что попал в деструктивное сообщество? Тут, наверное, стоит начать сначала. Вы сами в формулировке вопроса подчеркнули, что в последнее время прогремел. А что значит прогремел? Мне кажется, СМИ отчасти устраивают моральную панику в отношении некоторого вида или социальных проблем, или процессов. То есть, наверное, эта проблема не столь значима реально на самом деле, а существует некоторый социальный конструкт, который существует в СМИ и в Нью-Медиа. То есть это естественно, что где-то порядка, наверное, 30% молодежи являются представителями каких-то субкультур или сообществ. Тут тоже стоит сказать, что понятие субкультура, оно несколько устарело, потому что субкультура – это противодействие традиционной культуре, и это более такое стабильное образование, которое существовало преимущество в индустриальном обществе. И на сегодняшний день как раз речь идет о социальных сообществах, организациях, которые существуют буквально один-два года. ЧВК Рёдан. Ну и что? Внешне их можно определить как ребят, которые, мы видим, одевают толстовки с пауками. И это является следствием увлечения аниме. То есть, да, действительно, в мультипликационных сериалах есть организация, которая разделяет такие агрессивные ценности и ведет себя агрессивно по отношению к другим сообществам. Вот это действительно вызывает и настороженность, и беспокойство. То есть тут стоит разделять два момента. То есть, во-первых, то, что принадлежат к определенной организации, движению, сообществу – это нормально. Мы же в том числе и взрослые тоже в книжных клубах, в спортивных клубах и так далее. А, наверное, настороженность как раз тут вызывает именно агрессивное сообщество по отношению к другим. Да, это присутствует, это вызывает озабоченность. Но не все сообщества субкультурные, которые существуют у молодежи, они действительно агрессивны. То есть ничего страшного, если ваш друг, ребенок в каком-то сообществе, главное, чтобы это сообщество… Не было агрессивным по отношению к другому человеку. То есть агрессия, она всегда вызывает обеспокоенность. И, естественно, это неправильный процесс социализации. Это, наверное, этим должны, естественно, заниматься в первую очередь семья, во вторую очередь те организации образовательные, в которых состоит ребенок, подросток, школьник, студент. Ну и в завершении недавно стало известно, что вы стали победителем гранта от Российского научного фонда. Расскажите о проекте, который планируется к реализации. Что касается проекта, он звучит полно следующим образом. Это механизмы формирования межконфессиональной толерантности и патриотизма молодежи в Республике Татарстан на примере исторических культурно-религиозных объектов в социальной памяти Болгар и Свияжск. У нас с вами есть прекрасные исторические памятники, и большинство жителей Республики Татарстан посещают и Болгар, и Свияжск. То есть нам как раз, как исследователям, социологам, стало интересно, насколько эти практики посещения влияют на формирование патриотизма и межкультурной толерантности. Что предполагается в рамках исследования? Во-первых, естественно, это интервью с посетителями, а во-вторых, это наблюдение. То есть очень приятно, что в этих исследованиях будут участвовать не только преподаватели, но и студенты. Во-первых, им непосредственно тоже интересно поучаствовать в социологических исследованиях, а во-вторых, они действительно смогут использовать этот материал для своих исследовательских работ. И я надеюсь, что мы действительно поймем, влияет ли посещение на межкультурную толерантность или патриотизм посещения этих памятников. Самые главные результаты исследования будут иметь прикладный характер. Да, естественно. И если это имеет место быть, значит, естественно, подобного рода памятники, культурные площадки имеет смысл расширять и благоустраивать. Большое спасибо за интересную беседу. Пожалуйста. Новые виды ракообразных открыли российские ученые. Они описали два новых для науки вида донных веслоногих ракообразных из водоемов Арктической Средней Сибири. И в этом есть вклад исследователей Казанского федерального университета. Работа прошла совместно с коллегами из Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук. Исследования велись на водоемах дельты реки Лены и плато Путорана. Здесь смогла сохраниться реликтовая фауна. Интересно, что один из видов открытых ракообразных отмечены в озерах острова Врангеля. Получается, что ареал вида состоит из двух регионов, удаленных друг от друга на тысячи километров. При этом эти регионы изолированы друг от друга еще и в морской акватории. Как мог один и тот же вид рачка поселиться в таких разных местах? И как открытие помогло в появлении гипотезы о древней Берингии? Львина Минобуддинова выяснила это. Тут вот находится как раз 20 рачков уже взрослых под одним предметным стеклышком. Они покрашены красным цветом, и здесь вот, может быть, можно увидеть такие маленькие красные точки. Как раз каждая красная точка — это отдельная особь. Настолько они маленькие. А если бы они были не крашены, их было бы вообще не видно. Один миллиметр. Такого размера может быть эта живность. Бриокамтус патуранус и бриокамтус абрамовая. Теперь науке известны два новых вида веслоногих ракообразных. Обнаружены были рачки в водоемах Арктической Средней Сибири. Арктика — одна из главных местностей исследований лаборатории. На фоне уже известных видов эти ракообразные выделяются строением конечностей, расположением покровных сенсил и пор, а также орнаментации плавательных ног. Примерно так эти ракообразные выглядят целиком. Несмотря на то, что они очень маленькие, у них очень много элементов всяких, конечностей. То есть, ну вот, если представить себе креветку там или речного рака, уменьшить ее во много-много раз, вот до одного миллиметра длиной, вот получится что-то такое. По словам ученого, среди веслоногих ракообразных новых видов очень много. А эти два вида чаще всего встречаются в северной местности. Часто бывает такое, что новых видов больше, чем уже описанных. И вот конкретно эти два вида, они характеризуются как раз таким вот северным распределением. Задние придатки у самок, или, иначе говоря, каудальные ветви. За них самцы хватаются своими антенулами, то есть усиками перед спариванием. В таком виде они могут висеть на самках длительное время. Самки в ответ сопротивляются. Так, среди ракообразных возникают своеобразные половые гонки вооружений. Самкам невыгодно, чтобы самец долго висел на этой самке. А самцу, наоборот, выгодно подольше провисеть, чтобы никакой другой самец не пришел, и эту самку не оплодотворил. Вот. И, соответственно, самки преобразуют свои вот эти вот каудальные ветви. Они становятся странной такой формы, из-за чего самцам вроде как должно быть неудобно их хватать. Но самцы, в ответ на это, у них модифицированные усики, антенулы, для того, чтобы эту самку хватать за каудальные ветви. Они преобразуют свои усики. И вот эта вот гонка, она идет постоянно. Самки изменяют форму ветвей, у самцов меняется модификация усов, чтобы хватать самку более эффективно. Так, один из описанных видов имеют немодифицированные ветви и антенулы. А вот Бриакамтус патуранус и Бриакамтус минутус это еще один вид ракообразных. Он был описан учеными ранее. Оба этих вида способны к изменениям. По словам ученого, можно подумать, что объясняется это каким-то общим признаком у видов и появился он от одного предка. Но это не так. Устроены антенулы самцов по-разному. Поэтому появление странных ветвей у двух видов возникало независимо друг от друга. Так приобретали самцы какие-то приспособления для схватывания самок самостоятельно. Различаются конечности в зависимости от вида и экологических предпочтений. А ловят рачков через такие сети. Если вот воду профильтровать, там несколько метров протянуть, то получается такой осадок из ракообразных. Их очень много бывает. Занимается лаборатория не только ракообразными, но и в целом морской фауной, а также пресноводными участками. Здесь хранится целая коллекция всевозможных живностей. В их числе и потенциальные музейные экспонаты. Ведра с осьминогами, гигантские глубоководные заподы, головоногие, арктические планктоны и кальмары. Но здесь есть и менее видимые живности. Такие, как, например, ракообразные. Собственно, здесь хранятся все наши пробы из разных мест, где мы ездили. Это Якутия 2021, 2019 год. Тут во Вьетнаме были в 2022 году. За время работы Александру Новикову удалось побывать в нескольких экспедициях. Это и дельта реки Лены, Якутия, Вьетнам. Но чаще всех поездки в Якутию и на север Сибири. Что неспроста, эти земли особо богаты новыми видами. Что в целом не характерно для арктических регионов. На этот счет у ученых имеется гипотеза. Она объясняет высокое разнообразие местности. Север Сибири в последнее оледенение не был под ледником. В отличие от европейской части России. Европейская местность полностью находилась под ледяным щитом. А вот в северной Сибири там сохранялась фауна, которая существовала еще со времен мамонтов. То есть когда люди переходили через этот перешей. Вот эта территория, она называется Берингия. Такая автономная фауна, которая существовала сама по себе. Очень долгое время. И, естественно, трансформация биотопов за эти десятки тысяч лет шла. И что-то менялось. Но, по всей видимости, какие-то виды могли сохраниться. И вот благодаря этому мы сейчас их находим. Работать в лаборатории Александр Новиков начал в 2018 году. Тогда он и отправился в свою первую экспедицию. По словам ученого, дельта реки Лены была областью изучения его научного руководителя. Александра пригласили исследовать арктическую местность в рамках международного проекта. Сегодня ученому лаборатории удалось описать семь новых видов ракообразных. Всех объединяет одно. Их ближайшие родичи находятся в Америке. И это, по словам Александра Новикова, скорее всего, подтверждает гипотезу, о единой берингийской фауне. Фауна включает в себя часть Чукотки, Камчатки и Аляски. И соединяет Евразию и Северную Америку в единый континент. В дальнейшем ученые планируют продолжать изучение российской Арктики. А также начать исследовать другие регионы. И открывать все больше новых видов. Эльвина Минобудзинова, Ленаргий Затулин, КФУ «Итоги недели». Предвестники весны – птицы. Каких пернатых могут увидеть и услышать татарстанцы об этом? Далее. Во второй части программы также много интересного. Он такой большой, что он вмещал в себя все. Умение быть потрясающим другом, умение любить. Место встречи изменить нельзя. Как в КФУ увековечили память Станислава Говорухина. Детская библиотека была обязательной для любого начинающего читать ребенка. На ней выросли и Пушкин, и Гоголь, и Толстой. Мир путешествий и приключений. Куда заводят детские книги и сказки. Профессор КФУ удостоен премии научного совета Российской академии наук по аналитической химии. Так, научное сообщество отметило заведующего кафедрой аналитической химии Геннадия Евстюгина за успехи в развитии электрохимических сенсорных систем. Электрохимические сенсоры разрабатываются для определения широкого круга биологических соединений. Например, для использования в медицине и экологии. Сенсоры помогают определить концентрацию в биологических жидкостях препаратов, которые используются для лечения серьезных заболеваний. Другие сенсоры определяют уровень безопасности продуктов питания, лекарств, химических веществ, сточных вод. Примечательно, что на премию профессора выдвинули коллеги из научного совета. Сам КФУ не инициировал присуждение награды. Премия Геннадию Евстюгину будет вручена 26 сентября на сессии научного совета. О других же событиях недели смотрите в дайджесте. На фасаде здания Института геологии и нефтегазовых технологий появилась мемориальная доска советскому и российскому кинорежиссеру, выпускнику Казанского университета Станиславу Говорохину. С инициативой уиковечения памяти кинорежиссера выступил ученый совет КФУ. Народный артист России Говорохин учился на геологическом факультете Казанского университета в 1953-1958 годах. Это был сложный человек. Вот он такой большой, что он вмещал в себя все. Умение быть потрясающим другом, умение любить, умение ненавидеть. Я очень рад, что сегодня мы это сделали. И мы выполнили льдок по отношению к человеку, с большой буквы, к великому, в общем-то, я бы сказал, патриоту России, потому что он действительно любил Россию, нашу страну. Противодействие преступности в условиях информационной глобализации. Международная научно-практическая конференция на эту тему состоялась в Казанском юридическом институте МВД России. С докладом на пленарном заседании выступил ректор КФУ Ленар Сафин. Участники конференции обсудили уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминологические аспекты. По филактике издерживания подобного рода преступлений, комплексная проблема, где современное законодательство должно соответствовать всем требованиям, предъявленным современным уровнем развития технологий. Модель ООН состоялась в КФУ. Это игра, где участники выступают в роли представителей разных стран и отстаивают интересы своего государства, исходя из действующей политической конъюнктуры. В работе шести комитетов моделирования приняли участие порядка 150 представителей российских вузов, в том числе иностранные студенты и слушатели подготовительного факультета КФУ. Казанская модель ООН, инициированный нашим университетом при поддержке ассоциации содействия ООН и МГИМО, будут расширяться и как по числу участников, так и по проблематике, ставящейся на повестку дня. Приемная кампания 2023. Нововведение и автоматизация. Об этом на неделе говорили в КФУ представители Миноборнауки России, секретари и сотрудники приемных комиссий, руководители подразделений, вовлеченные в процесс приема абитуриентов, сотрудники служб технического сопровождения приемной кампании. Для них состоялся всероссийский семинар. Главные предвестники наступившей весны – перелетные птицы. Внимательные татарстанцы уже увидели первые стаи диких гусей. Кто на очереди и как пробуждается природа? Мы сегодня поговорим с Эльгизаром Рахимовым, профессором КФУ, заведующим кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья, председателем Казанского отделения Союза охраны птиц России. Здравствуйте, Эльгизар Алиасович. Добрый день. Здравствуйте. Так, что у нас сейчас на подлете? Кто у нас на подлете? Кто уже вернулся зимовке? Да, действительно, весна наступила. Мы, как правило, вот в день весеннего равнодетствия, как правило, определяем те самые сроки, когда птицы у нас подлетают, и решаем, рано они прилетели или же еще, так сказать, стоит подождать. Действительно, первый эшелон перелетных птиц у нас уже появился в нашей республике, и вот уже наблюдательные наши граждане, горожане увидели первых прилетных, это не только грачи, но и появились и скворцы, появились и водоплавающие, в том числе и гуси, и чайки. То есть в этом плане весна берет свое, температура постепенно повышается, снег тает, вода открывается, и мы с вами скоро увидим в полном рассвете все предвестников весны, всех наших птиц. А сколько видов птиц, проживающих на территории нашей республики, меняет свое место обитания в связи со сменой сезона? Ну, цифры примерно такие. Если на территории республики Татарстан встречается более 300 видов птиц, из них приблизительно 10% это 30 с небольшим видов птиц, которые являются оседлыми, то есть вся остальная масса это перелетные птицы. А появляются ли новые обитатели? Несомненно, я даже называю эти цифры, несомненно, я, видите, не называю конкретные цифры, потому что каждый год мы видим некие изменения, ну, в частности, вот в этом году, например, в числе птиц, которые прилетели нам чрезвычайно рано, тех, которых мы, собственно, и не ждали, ну, например, чайка, крупная чайка Хохотунья. Эта крупная чайка, она очень заметна, и практически многие даже нам сообщали, что летят чуть ли не гуси, вот, ну, понятно, с гусями трудно спутать, это на большой высоте. Вот это, например, совершенно неожиданно было даже для нас. И поэтому будем надеяться, что вот такие вот встречи, такие неожиданные для нас находки ордотологические, они будут сопровождать нас и дальше. А чем занимаются птицы весной? Наверняка обустройством мест обитания. Ну, несомненно, ведь, в принципе, главная задача любого животного, в частности, и птицы, это сохранить после себя свой рот, как говорится. И незамедлительным возвращением птица начинает приступать к размножению. И в этом плане, конечно же, мы все прекрасно знаем, как они заботливо начинают строить свои гнезда, они начинают, приступают к кладке, выводят птенцов. И вот этот вот процесс воведения птенцов для птиц имеет особое значение, потому что от этого зависит то, будет ли дальше существовать данный вид в природе. И будем надеяться, что этот год будет благоприятным, и мы с вами услышим наших пернатых соседей. Весну можно не только увидеть, но и услышать. Щепетание, пение птиц — это настоящая услада для наших ушей и души. Чаще всего, кого слышат татарстанцы? Пение каких птиц? Да, конечно. Для того, чтобы распознать голоса птиц, конечно, это требуются определенные навыки. И вот мы, обучая наших студентов-биологов, мы, конечно, проводим большую практику по изучению птиц, узнаванию птиц по голосам. Но для непростого, непросвещенного, скажем так, неспециалиста, любой горожанин, конечно, в наших парках услышит массу птиц, которые, может быть, он и не распознает. Но я вам скажу, какой бы у нас житель ни был, самый, может быть, даже не очень внимательный, но пение соловья, конечно же, каждый из наших жителей может узнать. Трель соловьина, особенно вот на вечернем закате, это зрелище, в общем-то, которое обязательно привлечет внимание любого горожанина, даже если он не видит, но услышит песню соловья обязательно. Но кроме соловья, конечно, есть у нас и более скромные пивуны, скажем так, певцы. И в данном случае вот сейчас уже подлетели зяблики, поющего скворца, наверное, каждый уже знает. И в этом плане каждая птица, естественно, своей песней радуется жизни, отмечает как бы свою территорию и сообщает всем, всему миру о том, что наступила весна, и птицы приступили к выведению птенцов. А есть какие-то народные приметы, связанные с птицами? Есть ли какое-то научное объяснение им? Да, конечно, несомненно. Ну, в частности, например, традиционно мы все с вами в начале марта ждем грачей. Замечательная картина с Аврасовой грачей прилетели. И это не случайно. Действительно, вот первый эшелон подлетающих перелетных птиц начинается, как правило, именно с грача. И мы в данном случае определяем фенологические, так сказать, события по тому, в какой последовательности они идут, и с какой очередностью, скажем так, с каким интервалом они отличаются друг от друга. Ну, в частности, скворец никогда не прилетит раньше грача. То же самое касается, предположим, водоплавающих и так далее. Для всех птиц перелетных прилет их во многом зависит не только, ведь от температуры. Мы с вами помним о том, что птицы, птицы имеют температуру тела почти 40 градусов, поэтому они не мерзнут. Для них главный фактор ограничивающий – это корм. Поэтому почему грачи прилетают из скворцы? Потому что именно в это время мы с вами можем еще, вернее, не мы, а они могут еще что-то найти. В крайнем случае на наших мусорках, там где-то на свалках и так далее. А вот потом подлетает кто у нас? Водоплавающие. Вот они уже начали. Потому что открывается вода, Волга, Казанка, наши озера городские, и мы с вами видим уже и водоплавающих птиц. И вот самые последние уже подлетают те, кто конкретно питается только насекомыми. Для них это, конечно, самое сложное, потому что насекомые пробуждаются значительно позже. Вот примерно так. Весна для орнитологов наверняка горячая пора. Какая работа ведется в это время года? Да, конечно же. Вот первое, конечно, мы проводим свои исследования в плане фенологических наблюдений, прилет, отлет и так далее. Дальше. Мы прекрасно знаем, что на территории города Казани каждый год мы, скажем так, проводим исследования на конкретных территориях. Ну, в частности, например, даже многие горожане об этом не знают, что, например, на территории города Казани у нас есть колонии чаек, например, да, колонии крачек. Это редкие водоплавающие птицы, которые, как правило, стараются не попадаться на глаза, и тем не менее они есть. У нас встречаются хищники, совы. Вот вы знаете прекрасно этот пример уже был освещен в прессе. Во дворе университетском у нас многие годы совы гнездятся. То есть в этом плане работы у орнитологов прибавляется и не на один день. То есть мы начинаем обычный свой годичный цикл исследований. А кто помогает орнитологам в подсчете птиц, поиску их мест обитания? Могут ли обычные татарстанцы внести свой вклад в это? Вот тут я только могу с благодарностью сразу вспомнить всех людей, которые присылают информацию нам, в частности мне. Сейчас тем более вот эти коммуникации, они достаточно легко осуществляются за счет наших всех гаджетов. И в этом плане, конечно же, конечно, люди наблюдательные, люди, которые, так сказать, видят что-то, если они, так сказать, имеют возможность прислать эту информацию нам, мы только с благодарностью все это принимаем, потому что через наших, значит, корреспондентов, нештатных корреспондентов, мы получаем очень много дополнительного материала. Есть такое понятие сезонной весны. В Татарстане в этом году какими были ее признаки? Ну, сказать, что в этом году что-то было сверх того, что мы ожидали, не приходится. Я не знаю на этот счет, что скажут вам климатологи, то есть у них свои, так сказать, точки, так сказать, внимания. Мы с точки зрения фенологических событий в жизни птиц, все идет своим чередом, все подлетает и начинает, так сказать, активизироваться в свои фенологические сроки, поэтому будем надеяться, что эта весна тоже мы обойдемся без каких-то сюрпризов. Но хочу обратить ваше внимание, вот многие наши, так сказать, корреспонденты сообщили о прилете грачей, и не только грачей, вот мы с вами уже говорим об этом, но при этом, посмотрите, грачи прилетели, но на свои гнезда только не садятся. То есть они ремонтируют свои гнездовья, а вот кладки не приступают. Это значит о том, что в ближайшие дни все-таки нас ожидает, надо у климатологов уточнить, все-таки нас ожидает некое похолодание, возможно, даже снегопад. Вот это мы можем предположить, исходя из многолетних наблюдений за фенологией птиц. Ну, на самом деле, по ночам-то пока холодновато, и утром. А вот лично для вас, да, в завершении, с чего и когда начинается весна? Ну, я думаю, что вот для нас определяющим сроком является, конечно, 21 марта, я уже об этом сказал. То есть именно с этого времени мы смотрим уже на весну, потому что и день начинает прибавляться, и тепла бы больше, и так далее. Все-таки весна пришла у нас в республику. С наступившей нас всех весной. Большое спасибо за интересную беседу. До свидания. В России продолжат работу по развитию искусственного интеллекта, но потребуется и его регулирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Так он прокомментировал открытое письмо, которое опубликовала некоммерческая организация Future of Life. В нем призвали остановить обучение систем искусственного интеллекта, назвав их серьезным риском для человечества. Под заявлением есть подписи экспертов из мира технологий. Правда, как выяснили журналисты, не все из перечисленных там персон знают о самом письме. Однако сама тема развития искусственного интеллекта сейчас самая обсуждаемая в этом пространстве. Речь идет о мощных системах. Их интеллект конкурирует с человеческим и может представлять серьезную опасность для общества. В письме содержится призыв приостановить, как минимум на полгода обучение всех подобных систем, причем на общемировом уровне и всеми ключевыми участниками процесса. По мнению авторов обращения, все разработки в сфере искусственного интеллекта должны быть переориентированы на то, чтобы сделать современные системы более точными, безопасными, прозрачными и надежными, заслуживающими доверия и лояльными. Что еще стало предметом обсуждений на этой неделе, мы узнаем из авторской рубрики моего коллеги-соведущего Леонида Толчинского. И снова с вами «Смотрите сами». Действительно, открытое письмо с призывом отложить создание и массовое внедрение искусственного интеллекта стало настоящей медийной бомбой, безотносительно того, кто на самом деле его подписал на данный момент. К слову, письмо потому и открытое, что свои подписи всемогущие лидеры техногигантов могут поставить в любую минуту. Думаю, что родилось письмо где-то в недрах долины, где знатно бомбануло группы пока еще социально ответственных IT-профи от осознания, как говорят в народе, «Йо-моё, что ж мы натворили?» Письмо стало мощнейшим и первым такого рода пиар-шагом на пути к глубокому осмыслению того, к чему может привести бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь. До сих пор наиболее остро эту тему обозначал разве что только израильский мудрец Юваль Ной Харари. Итак, письмо поднимает чрезвычайно важный вопрос о том, что технологии в своем развитии существенно опережают разум. Рефрен письма таков. Современные системы искусственного интеллекта становятся конкурентоспособными в решении общих задач человека. И мы должны спросить себя, должны ли мы позволять машинам наводнять наши информационные каналы пропагандой и неправдой? Должны ли мы автоматизировать все рабочие места, в том числе необходимые? Должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить нас? Должны ли мы рисковать потери контроля над нашей цивилизацией? Такие решения не должны приниматься лидерами технологий. Мощные системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а риски управляемыми. Разработчики искусственного интеллекта должны работать с политиками, чтобы значительно ускорить разработку надежных систем управления искусственного интеллекта. Они должны как минимум включать новые идееспособные регулирующие органы, занимающиеся вопросами искусственного интеллекта, надзор и отслеживание высокопроизводительных систем искусственного интеллекта и больших пулов вычислительных мощностей, системы происхождения водяных знаков, помогающие отличить настоящее от синтетического и отслеживать утечки моделей, надежная экосистема аудита и сертификации, ответственность за вред, причиненный искусственным интеллектом, надежное государственное финансирование технических исследований безопасности искусственного интеллекта и хорошо обеспеченные ресурсами институты для преодоления серьезных экономических и политических потрясений, особенно демократии, которые вызовет искусственный интеллект. Общество когда-то приостановило использование других технологий с потенциально катастрофическими последствиями для себя. Мы можем сделать это сейчас и насладиться долгим летом с искусственным интеллектом, а не бросаться в осень неподготовленными. Я уже достаточно давно говорю, что в IT и технологиях в целом сегодня присутствует показательное презрение к социогуманитарным специалистам. И вся эта свистопляска с искусственным интеллектом только подчеркивает глубину проблемы. Технарь способен написать блестящий алгоритм. Но очень часто техногиганты просто не думают о гуманитарных и социоэкономических последствиях своих решений. GPT-подобные алгоритмы легко могут оставить на улице множество людей и породить вполне себе реальные сложности для всего общества. И на этом фоне та же Microsoft разгоняет и без того скорее для галочки существовавший комитет по этике в искусственном интеллекте. Неконтролируемый выброс на рынок массового потребления алгоритмов, основанных на принципах искусственного интеллекта, открывает простор для невиданной ранее волны манипуляций массовым сознанием. Создает иллюзию качественного информационного производства и потребления, подменяя последние фактически созданием глобальной системы производства фейков и информационных потоков, не отражающих реально происходящее в социуме, и тем более не нацеленных на решение каких-либо стратегических задач, разрушая традиционные механизмы формирования общественного сознания. Как бы того ни хотелось IT-монстрам, им все равно придется отвечать на вопросы властей и общества. И уж простите за пафос человечества в целом. Технологии снова пришли к моменту, когда гуманитариям, междисциплинарникам не мешало бы отрезвить математиков и фанатов прогресса ради прогресса. И произойдет это в той или иной форме совсем скоро. Полуфейковое письмо — это лишь катализатор, который подсвечивает запрос общества получить у нейросетей и их авторов необходимые ответы на вполне себе человеческие чаяния и переживания. Такие дела. Всем доброго. Ни один искусственный интеллект не заменит книгу, вернее, ее влияние на развитие ребенка. В этом особенно уверены родители, которые семейный досуг проводят с книгой в руках и приучают к чтению самих детей. 2 апреля во всем мире отмечают День детской книги. В России пошли дальше. Проводят неделю детской книги. Проходят встречи с детскими писателями. Для юных читателей проводят разные акции, конкурсы. Переоценить роль детской книги в формировании личности невозможно. Книга — это настоящий друг, проводник в мир увлекательных путешествий и интересных открытий. Чтение у ребенка формирует мышление, воображение, грамотную речь. Книга воспитывает каждого малыша в отдельности и участвует в создании нравственного и интеллектуального облика целых поколений. А еще это время провождения взрослого и ребенка — одно из самых ценных совместных занятий. Можно не только читать, но и самим сочинять, изготавливать книжки-самоделки. И они станут частью домашнего архива. А вот какие раритеты хранятся в отделе редких книг научной библиотеки имени Лобачевского увидел Амир Ахтемов. Международный день детской книги всемирно отмечается 2 апреля. В 2023 году к празднованию присоединятся более десятков стран мира, в том числе России. Дата не случайная. Она совпадает с днем рождения одного из самых известных сказочников в истории Ганса Христиана Андерсена. Главным международным мероприятием и традицией в этот день является церемония вручения премии Андерсена и иных наград в рамках проведения Конгресса Международного Совета по детской книге. В странах, отмечающих праздник, организовывают различные семинары, выставки, конференции, представления и фестивали, посвященные лучшим детским произведениям. В честь этого праздника научная библиотека Николая Лобачевского подобрала нам раритетные книги, а именно детская библиотека, изданная на немецком языке господином Кампе. Она была выпущена в Санкт-Петербурге в 1783 году. Также нам предоставили народную сказку с рисунками художницы Полиновой, которая была выпущена книгоздательством «Остров» в Москве в 1923 году. Первыми, кто догадался написать книгу для маленьких детей, были немецкие педагоги в 1770-е годы, один из которых Иохим Кампе. Именно он опубликовал книгу поучительных рассказов и стихов «Детская библиотека». Через четыре года ее перевел в Петербурге молодой морской офицер и лингвист Александр Шишков. Первая русская детская книга имела потрясающий успех. Она выдержала 10 переизданий до 1842 года и была самой популярной русской книгой первой половины 19 века. «Детская библиотека была обязательной для любого начинающего читать ребенка. На ней выросли и Пушкин, и Гоголь, и Толстой, и другие столпы отечественной литературы». Традиционные для этого дня мероприятия – недели детской книги. На них проводятся встречи ребят с современными детскими писателями и поэтами. Авторы декламируют свои произведения, беседуют с юными читателями в формате «Вопрос-ответ». Такие встречи ежегодно проводят и в России. Амира Ахтямов, Ленар Гизатуллин, КФУ. Тоги недели. «Я не верю в ту магию, о которой говорится в моих книгах. Но я верю, что нечто по-настоящему волшебное может произойти, когда вы читаете хорошую книгу», утверждает британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Пусть это волшебство, магия от прочтения книг остается с вами и вашими близкими всю жизнь. Ведь именно книги развивают воображение, дают простор фантазиям. А это именно то, что нужно в науке – верить в будущее. Всего доброго.